всем привет ну и хотелось бы поговорить по поводу месяца использования данного ножа уже прошел ровно месяц как на кармане я пускаю бокер плюс атлас темляк я переделал полностью саму вот этот плашку я взял латунную сейчас я об этом конечно же сильно жалею потому что я и уже задолбался чистить чищу обычно содой либо там и малюк сам каким-нибудь в принципе что касается ножа на кармане его практически не слышно то есть за счет того что он плоский за счет того что он мало весит за счет того что практически его не видно на кармане вот так вот до конца клипсы на кармане он закрыт то есть но видно только вот эту вот часть это по ней не поймешь что это нож ну не знающий человек обычно внимание этому не придает что я успел за это за этот месяц посадить вот такую вот царапину причем совершенно случайно один раз бросил в рюкзак и буквально через две-три минуты достал его туда и уже успел поймать царапинки есть небольшие царапинки на клинке еле заметны вот править его после коробки я не стал единственное что на коже но буквально там 10 взмахов в одну 10 в другую сторону вот в принципе и все ножом очень сильно доволен я бы даже сказал рад такому хорошему приобретению в основном я использую данный агрегат для того чтобы там поездить хлебушек нарезать колбаску работает он почти как венгер вот за счет того что небольшая толщина клинка и за счет того что у него геометрия такая же как у венгера то есть он режет ровно в отличие от крысы там допустим спайдерки он не заворачивает колбасу ту же самую рис не не идет наискось вот чтобы еще хотелось сказать работать по курице да можно принципе и курицу разделать в походных условиях там допустим либо либо же дома нож хорошо держит заточку еще что мнение над не понравилось в этом ноже это то что по работе по курице ну то есть вот здесь вот в этой части она очень сильно наминает не знаю как у кого но у меня уже было после каждой курицы скажем так появляется водянка на пальце но это не так критично нож на самом деле очень классный нож на самом деле очень хорошо незаметно сидит на кармане невесомо я бы даже сказал в обслуживании но единственное что постоянно приходится начищать вот этот вот планк он не разборный он самый такой просяцкий никаких дополнительных инструментов в нем нет ну в принципе они ему не нужны это же не венгер где хотелось бы чтобы что-то было для особых там любителей ценителей вы можете взять себе атлас который идет с ножницами но он будет в два раза толще и соответственно тяжелее на кармане длины клинка совершенно хватает для повседневных каких-то 10 задач если кто-то задумывался покупки это самый такой классический джентльмен на кармане то есть там допустим какую-то там виштекс разрезать накромсать огурчиков салатик самое то ниточку подрезать коробочку вскрыть я не знаю не наверное лимитированные какие-то идут меня здесь 12 с 27 маркировка нержавейки ну и соответственно 0 267 номер я так понимаю что какая-то лимитированная версия скорее всего было лазерная гравировка нормального качества глубина хорошая в принципе надолго хватит всех этих обозначения не я думаю не сотрутся единственное что он не разборной и поэтому в обслуживании ну придется немножечко уделить ему внимание в плане того чтобы чистить сейчас прошел только месяц и поэтому я не знаю в особой чистки конечно он не нуждается но тем не менее со временем это имеет место быть хороший аккуратный хорошо лежит в руке на каждый день на город не привлекая особого внимания окружающих замечательный вариант точить его еще не точил как он поведет себя во время точки посмотрим время покажет на данном этапе что здесь делаю только переплел парапорт чтобы он бросался в глаза в траве там или еще где-нибудь на так по сосискам по колбасе по курице там по хлебу паштет намазать апельсинчик разрезать там самое то простой как бак 110 ну и весит в несколько раз меньше выбор за вами если кого-то заинтересовало ссылка на нож в описании всем пока